Приветствую вас, мои дорогие подписчики и все зрители! В прошлой серии нам наконец-то удалось приручить жучка. И в этой серии я хочу попробовать найти лягушку приручить. Большую жабу, которая нам будет производить цемент. Давайте проверим, все ли я взяла. Дротики, наркотики и кибл. Кибл 27 штучек я взяла, этого хватит на жабу даже 120 уровня. Пойдем мы на волки искать жабу. Орлицу я оставила около гигантской базы на болотах. Здесь много турелек, я думаю, в случае чего ее защитят турельки. Давайте-ка заодно и покачаемся немножко. Убьем вот эту махину. Какого она, 8 уровня? Ну это мы легко загрызем на волке. Волк вообще просто обалденно классный. Мне так он понравился. Так легко мы загрызаем вот этих вот гигантских животных. И так много проймяса добываем. Но, к сожалению, у меня нет с собой плотика с грилем. Чтобы сразу проймяско пожарить. Дила 68 уровня. Вот и нету Дилочки. Ладно, пойдемте. Пойдемте поищем лягушечку. Лягушечка у нас ест особенный кибл. Точно такой же, который любит есть Рекс. С яичком скорпиона. Ой, как лагает-то. Лагает, ребята, это из-за того, что здесь очень много гигантских баз. Вот здесь вот одна база, которая грузится. С той стороны еще одна такая же гигантская база. И спереди. Тут все в этих базах. И пока они загрузятся, у меня ФПС будет страдать очень сильно. Так, хочу еще вот этого загрызть. Мне так понравилось. Тоже восьмого уровня. Сейчас мы быстро с ним расправимся. Заодно немножко подкачаемся. Он уже от нас убегает. Шесть кусков проймялся. Обалдеть, как жалко. У нас лягушечка. Лягушечка. Какого ты уровня? Я хочу лягушку найти высокого уровня. Какого-нибудь там девяностого, сотого. Тридцать второй уровень маловато. И давайте мы ее съедим. Потому что, когда мы сгрызаем низкоуровневых, вроде бы как должны потом появиться более высокого уровня. Так, не вовремя. Ой-ой-ой, не туда жало. Двенадцатый уровень. Тоже загрызаем. Какой волк сильный. Я просто не устаю удивляться. Вон еще одна лягушечка. И я рассказывала, с чего же у нас варится кибл на лягушку. Да, не даже сказала. Яичко скорпиона, кукуруза и копченое пройм мяско. Точно такой же кибл, как и на рекса. Возможно, они даже родственники с рексами, я не знаю, раз едят одну и ту же еду, предпочитают. Ну, давайте пробежимся по болоту. Вон крокодил. Крокодила тоже на мяско. Ой, сколько животинок сегодня. Класс. Шестнадцатый уровень. Крокодил даже не успел развернуться, как мы его загрызли. Вот эта вот животинка, которую мы только что сгрызли, она предпочитает есть яйца Кецеля. Любит есть яички Кецеля, Димитра Дунчик. А он нужен, чтобы приручать галлимимусов. А галлимимусы нужны, чтобы делать кибл на наших бобров. Ну, вот такую тваринку, конечно, тяжело приручить, так как Кецеля у нас нету. Кецеля приручить очень тяжело. Вот такая вот прожорливая тваринка. Ему яйца Кецеля подавай, видите ли. Оборзевший. Что это, что это? Пираньи, что ли? Ого! Смотрите, как пираньи на берегу. Три штучки. Ой-ой-ой. Что-то мне опять начали эти менюшки вылазить. Это, наверное, из-за того, что, ребята, я винду сегодня обновила. Точнее, переустановила. Видимо, и досье тоже у меня обновились. Ну, ничего. Заново все откроем. Им страшно. Главное, что сейфки наши сохранились. А сейфки у нас хранятся на сервере. Рассвет. Какой красивый рассвет. Вообще здесь так красиво. На волке гонять. Просто сказка. Мне так здесь нравится. Вон еще лягушечка. Так, семью убиваем. Семьдесят второго уровня. И Цуменаж получил левелап. Ах, ты морда крокодиля, как ты меня испугала. Да, сегодня болото кишат с живностью. Восьмой уровень. Мы его сейчас быстро загрязем. Классно. И покачаемся немножко. И я очень надеюсь, что мы быстро найдем лягушку. Так, ты у нас двадцать восьмой. Загрызаем. И качаем уровень. Атаку. Двести восемьдесят шесть уже. У нашего Цуме. Давайте пробежимся еще по болотам. Вот. Вспомнила. Нам еще нужны семена болотного цветка. Чтобы посадить органические турели. Я все собираюсь, собираюсь. Я никак не могу набрать эти семена. Два крокодила. Одного уже нет. Так, ты какого уровня? Сто одиннадцатый уровень? Обалдеть. Сто одиннадцатый уровень. Ой, сто шестнадцатый даже. Крокодил. Как быстро мы его загрызли. Сто шестнадцатый уровень крокодил. Просто ничто по сравнению с волком. Вон там я видела, еще лягушка прыгала. Кто там? Пираньи, наверное, точно. Ой, как много здесь. Ой, 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 ой. Как они сильно грызут. Ой, скорее, скорее, скорее. Из воды вылазим. Блин. Болбаные пираньи. Да, опасно все-таки в воде. Твари такие поганые. Болотные. Еще и змея здесь. У нас уже половины хп нету. Сейчас мы мясом покормимся. Змею надо убить. Еще одна. Да, опасно здесь. Возможно, даже лучше было бы прийти на Рекси. Но я решила все-таки попытаться на волке. Заодно и подкачать его. Так, опять пираньи. Вылазим из воды срочно. Ай-яй-яй. Блин, хп уже мало. Вот твари. Вы будете жестоко сожраны. Давайте покормимся. Использовать. Похилимся немножко. Уж очень мало у нас хп. Использовать. Понемножечку, по десяточке хилимся. На куски мяса. Но лучше, чем ничего. Других лечилочек у нас нету. Я варила баночки красненькие. Которые варятся из наркотиков и красных ягодок. Но, к сожалению, волку они не восстанавливают хп. У нас, кажется, сервак провис. На серваке идет запись. Сейчас проверим. Ну да. Ждем, пока отвиснет. Я боюсь потерять с ума нашего волка. Что-то как-то его сильно погрызли эти пираньи. Ладно, хоть выплыть успела. Все, сервер отвис. Давайте постараемся не плавать. В воду сильно не лезть. Аккуратненько. Значит, наша задача найти болотный цветок. О, это что там? Человек стоит? Или это его труп так завис? Может быть, он там застрял? Странно. Нет, в воздухе висит. Не знаю, может, глюк какой-то. Так, ладно, я отвлеклась. Наша задача найти семена болотного цветка, чтобы посадить органические турельки. Приручить жабу высокого уровня. И вроде бы все, да? Еще, ребята, вот с этих вот деревьев болотных, с них очень хорошо падают редкие грибочки. То есть, с них можно добывать грибы в большом количестве. Почти с каждого дерева. Ну, не с каждого, но, может, с каждого. Второго, третьего падает. Пока красивая лягушечка. Восьмой уровень, к сожалению. Съедаем. Дилочку тоже 92 уровня. Потом надо будет прийти сюда. За грибочками набрать обязательно. Сварить супчик, чтобы сбросить таланты. И мы еще не набрали редких цветов. Наша анкила до сих пор стоит там на горе. Высоко в горах. Но цветов я все еще так и не набрала. Вроде бы 6 штучек у меня есть и все. Еще лягушечка. Тоже восьмой. Что ж вы все такие маленькие, да? Хотя бы восьмидесятый найти бы. Слушайте, здесь так красиво. Мне так нравится на болотах. Вообще красота. Или я раньше не замечала. Или я просто очень быстро здесь пролетала. Или на рексе ходила. А с рекса же высоко, так особо не видно. Ну такая красота. Парацеротерий. В общем, парацерия. Загрызаем. Нравится мне с ними сражаться. Такой огромный, такой сильный. И так быстро падает от нашего волка. О, я опять в воде. Не хочу в воду. Опасно. Прыжок. Ладно, давайте уже не отвлекаться. А то времени у нас мало. Надо поискать лягушку целенаправленно. Пойдемте пробежимся вдоль вот этой огромной базы. Правда, она сейчас будет подлагивать, скорее всего. Она будет грузиться. Она большая. И мой фпс будет страдать. И не хочется здесь, конечно же, в воду провалиться. Вот лягушка. Опять под водой. Ой, блин. А здесь степера не могут быть. Скорее, 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 ищи бережочек. Куда можно выплыть? Лягушечку. Вот она. Какой, какой уровень ты? Двенадцатый. Загрызаем. Просто немеренно кожу мы набираем на волки. Обалденно. У меня кожи целая куча. Можно ее уже солить или раздавать. Вон еще лягушечка. Ах, вы поганые пираньи. Ой, как вас много-то здесь. Твари такие. И все на берегу. Надо их всех сожрать. Лягушечка, покажи себя. Подожди, подожди. Подожди, я посмотрю на тебя. Ой, как лагает. Двенадцатый уровень тоже. Что-то не везет мне сегодня с лягушками. Все какие-то маленькие. Труп крокодила. Видимо, турельки постарались. Так, надо постоять. Пусть загрузится. Ужасно сейчас залагало. Кто? Кто на меня напал? Мухи, что ли? Обалдеть, сколько мух. Ой, отбиваемся. Что это они вдруг решили? Целая куча на меня напасть. Ну и с них можно чешуйки пособирать. Жаль, что нет лягушки. Лягушкой бы мы сейчас с этой кучей неплохо цемента набрали. Набрали бы. Но, к сожалению, пока что не нашли мы лягушечку подходящего уровня. А низкоуровневую я не хочу приручать. Так, выносливость. Проблема с выносливостью. Это из-за насекомых. Когда нас кусают насекомые, выносливость у нас не копится. Такие вот у нас насекомые. Вредные. Так, смотрим. Лягушечек нет в болоте. Не вижу, что кто-то прыгал с этой стороны. Пробежимся. Вот они, цветочки наши. Давайте соберем. Три, шесть, девять. Девять семян. Ну, нам этого вполне будет достаточно. На органические турельки. Это у нас крокодил. Крокодил нам как бы и не нужен. Но раз он хочет подраться, то почему бы и нет? Ну, очень быстро с ним справимся. Вон, вижу, лягушка прыгает. Даже не одна. Быстрее, цуме. Поторопись, мой хороший. Лягушечка моя. Шестнадцатый уровень. Ладно, сгрызаем. Ой, какие ужасные эти провиссоны. Еще одна лягушечка и змея здесь. Так, ты какого уровня? Двадцать восьмого? Тоже убиваем. Ой, сколько мышкары. Жабу убили. Еще одна жаба? Ты какого уровня? Двенадцатый? Двенадцатый нас тоже не устраивает. И мошкару тоже ради чешуек. Хоть немножко, все равно приятно. Так. Смотрим еще жаб. У нашего цуме почти перевес немного. Давайте выкинем. Штаны. Штаны. Что еще нам не надо? Рогатка. Топорик пусть будет. Новичкам оставим. О, змеюка ползет. По-моему, с двух укусов она умерла. Где-то квакает. Где-то квакает. Крокодилища. Снова змеи. Вот это живности. О, еще лягушка. Пятьдесят шестой. Пятьдесят шестой. Ну как бы маловато. Я хочу больше. Крокодил. Крокодил. Денья. Флаги. Это вот здесь вот еще одна база есть гигантская. Видимо, она начала подгружаться. Так, где лягушечка? Лягушечку надо убить. И снова у нас левелап. Как мы быстро качаемся. Тиранью сгрызаем тоже. Уж очень она опасная. Качаем снова атаку. Двести девяносто уже у нас. Так, и смотрим. Смотрим лягушечку. Лягушечка, где же ты, моя драгоценная? Именно какого-нибудь восьмидесятого, девяностоого. Если повезет, то и сто какого-нибудь уровня найдем. Змею убиваем. Кто-то привяжется. Ох, как быстро. Так, ну там какое-то месиво. Крокодил с кем-то дерется. Какая мошкара. Приставучие. Тринадцать чешуек. Шесть хитинок. Вон еще лягушечка. С кем бьется крокодил? С пираньями, что ли? Двенадцатый уровень. Сгрызаем. Почему не могу шкуру с нее снять? Так, выносливость кончается. Надо немножечко передохнуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Налетело-то сколько. Жрите-жрите змею. Им главное труп оставить, тогда мошкара отстает. Крокодил идет. Даже два. Так, у нас хп половина. Отбиваемся. Да что же у нас бесконечно сюда ползет? А тех крокодилов уже пираньи сгрызли, видимо. Вот они, трупики лежат. Давайте мы перепрыгнем. Чтобы не нарваться на пираньи. Здесь у нас что? Камушек. Вон еще лягушка прыгает. Семьдесят второй уровень. Ааа, я не знаю. Прям семьдесят второй уровень. Жалко сгрызти их. Блин, я ее ударила. Ну ладно. Семьдесят второй уровень маловат будет. Я хочу не меньше восьмидесятой. К тому же, ребята, у нас сегодня так много живности на болотах. Я думаю, это вопрос времени просто. Стоит побегать побольше, поискать, и мы обязательно найдем. Найдем то, что искали. Так, интересно, от чего вот сюда живность-то к щиме? А, они охотятся на паразаврика. Понятно. Ну, не будем мешать. Еще эти мухи приставучие. Из меня ползет. Ой, у нас хп уже мало. Даже очень мало. Одна треть осталась. Так, надо бы подхилиться. Это не дело. И небольшой перегруз. Мяска у нас много. Сейчас найдем безопасное место. И немножечко покушаем мяско. Похилимся. Так, девочки. Вы мне мешаете. Вносливости нету. Сто какого-то. Сто четвертого уровня, вроде бы. Дила. Все, отходим. Опять мухи летит. Да елки. Долбанное досье. Что же он так не вовремя вылазит? Все? Нет, не все. Муравейство четвертого уровня. Надо срочно отдохнуть. Иначе можно потерять суме. Ого, там какой тусень. Обалдеть. Вот там драка мощная. Кто с кем терется, непонятно. Ладно, давайте подхилимся. Кушай мяско, мой хороший. Отъедайся. Не жалко. Мяса у нас огромное количество. Надо бы что-нибудь выкинуть, а то у нас огромный перевес. Промяско тоже можешь скушать. Все равно испортится. Кто там топает? Пугает. Так, что у нас? ХП половина. Давай еще стак скушаем. И еще стак скушаем. По десяточке так немножечко себе натыкаем. Обалдеть, сколько драк. Вот еще муравей. Одна чешуйка. Ладно, побежали. Постараемся особо не ввязываться в драки. Ого. Ого, сколько трупов. Так, ну это чешуйки. Чешуйки мы собираем обязательно. Вот еще муравей. И бежим искать снова лягушечек. Аккуратненько. Столько баз здесь. Все понатыкано. Так, здесь у нас лягушечек нету. Трупик лежит. Ладно, трупик нам не нужен. Проверить бы нашу лицу. Посмотреть, как она там. Все ли у нее в порядке. Ох, около этих баз. Так лагает, ребята. Прям. Так неприятно. Очень чувствуется. Может быть, немножко постоять, подождать, пока вот это все загрузится. Ах, лягушечек пока не видно. Или мы, скорее всего, назад пошли. Здесь уже бегали. Где-то квакает. Как он ползает громко. Вроде такой маленький. Я даже не знаю, ребята, что делать. Может быть, запись прервать? И поискать мне запись или лягушку? Он какая-то прыгает. А потом, как найду. 68-й. Тоже маленький. Тогда, наверное, мы с вами продолжим. А я здесь по болотам уже побегаю. Аккуратненько постараюсь. Нашла я жабенку. 84-го уровня. Ой. Она у меня сагрилась. Так-так. Отсюда вылезти-то. Застряли в этих корнях. Влазим. Блин, долбанные корни. А вот здесь турельки. Надо быть осторожней. Если она побежит на турельки, ее убьют. Как бы нам ее выманить-то? На тот берег. Так, волку ставим пассив. Берем ружье. С дротиками. О, нет, нет, нет. Ее же сейчас турельки забьют. Попробуем усыпить. Так, турельки, пожалуйста. Я вас умоляю. Только не стреляйте по этой жабе. Нет. Жабенка, уходи. Ну, они ее хотя бы замедлили. Бедняка вся в дротиках. Так. Усыпили. 84 уровень. Но теперь самое сложное. Самое сложное, это ее сохранить. Потому что здесь куча крокодилов, куча змей. Очень будет тяжело. Но я постараюсь, конечно. Приручаться она будет быстро. Так, где-то в районе 15 или 20 минут. Надо было бы посмотреть в калькулятор. Вроде бы, 120-я жаба с помощью кибла приручается 20 минут или 20 с чем-то минут. Насколько я помню. Ну, я буду смотреть по состоянию голода. Как только у нее будет половина или даже меньше половины сытости. Ой, хп, как у нее мало. Тогда я покормлю ее киблом. Ну, надеюсь, что все-таки... Все-таки у нас ее никто не отнимет, не сожрет. Не выползет никакой крокодил. Ну, и 15 минут стоять у кого у нее тоже не хочется. Можно было бы побегать немножко, покачаться. Так, пиранья где-то здесь плавала. Вот она. Гигантская рыбина 44 уровня. А жабу мы вырубили очень-очень быстро. Я думала, придется прилично всадить дротиков. Как, к примеру, когда мы волка того же усыпляли. Мы в него всадили, как в Рекса. А жабенка сколько? Дротика 4-5. И все. И вырубилась. Кстати, полоска торпора. Сколько у нее? И, кстати, он достаточно быстро идет. Очень быстро. Значит, от нее далеко тоже не отойдешь. Давайте немножечко наркотиков покормим. Штучки 4. Даже, наверное, 5. Пусть лежит, пусть отдыхает. А мы немножечко пробежимся. А то скучно стоять. Здесь рядом турельки. Как бы я не пожалела, что я ее оставляю. А вдруг я найду лягушку 100 какого-нибудь уровня? Я вот еще на это надеюсь. Седло у меня с собой. Так, а это у нас мертвая лягушка 4-го уровня. Почему-то не могу ее разделать. Ну, ладно. Все равно у нас мясо и кожи уже девать некуда. И обязательно запомнить это место надо. Около базы, около турелек. По берегу нашего океана. Загрызем. И можно будет, знаете, как домой не лететь. А пока здесь много живности, побегать на лягушке с волком. И подобывать цемента. Заодно испытать нашу живенку. Какой ты мощный. 44-й уровень. Все равно загрызем. Уже убегает. Не убежишь. Не позволю. Вот и все. Мясо, кожа, праймяска. У нас ночь. А меня беспокоит то, что у нас факел. Факел почти прогорел. А починить его нечем. И кирку я с собой не взяла, чтобы выбить кремний с какого-нибудь камня. Это проблема. Крокодил 16-го уровня. Пойдемте проверим нашу орлицу. Как она у нас там? Все ли у нее хорошо? Так, медленно. А то сейчас будет эта база прогрушаться. Ой, у меня уже лагает. Сколько змей здесь. Я рассчитываю на то, что эти змеи сюда не успеют доползти. Вон моя орлица стоит. Ладно. Жду-жду, пока загрузится. Ужасно. Как люди здесь живут. Хотя, наверное, не у всех такие компы, как у меня. Но мне лично было бы тяжело, конечно, жить на такой большой базе. С такими тяжелыми прогрузками. Я бы... Мои нервы бы не выдержали. Мое терпение закончилось. Так, давайте седло возьмем сразу же. Ой, ужас какой. Так, чтобы еще забрать отсюда. Заберем кожу, заберем хитин. Немножко мяса можно забрать. Орлицы закинуть. Это у нас перевес. И, скорее всего, перевес это из-за яиц додо. Набрала я с собой яиц додо. Наверное, зря набрала. Держи, моя хорошая тебе мяско. Так, и яички додо. Половинку выложу. Чтобы нам с волком, нам с цумой было полегче. Ой, как стемнело. Обалдеть. Кромешная тьма. И факел у нас. Немножечко осталось с прочности. Давайте найдем нашу жабу. Лучше там постоим. А то потом в темноте, боюсь, я ее не найду. К тому же у нас наркотики. Могут кончиться. Так, бежим по берегу. Вот берега. Какие вот эти деревья страшные ночью во тьме. На пауков похожи. Так еще резко появляются из этой тьмы. Из мрака. Вон турельки. Значит, нам от турелек надо повернуть направо. И где-то здесь будет лежать у нас лягушка. Это что здесь? Кажется, я видела змею. Вот как меня достали эти лаги. Это ужас. Так, где же наша лягушка? В этой темноте очень тяжело будет найти. Если ее, конечно, не съели. Хотя, возможно, около тех турелек. Около дальних. Это что было? Тирания? Вот она, наша лягушка. Я ее нашла. Покормим ее наркотиками. Как у нее с голодом? С голодом у нее еще не особо. Она проголодалась. Ладно, придется ждать. Тсумея, тсумея, давай я тебе поставлю режим нейтральный снова. На всякий случай. Чтобы ты меня охранял. Мам, или вдруг у меня инет отключит. Или еще что-нибудь случится. Так он хотя бы меня сможет защитить. В случае чего. Красиво здесь на болотах. Очень красиво. Но так опасно. Столько живности. Столько змей. Крокодилов. Постоянно лезут отовсюду. Вау, луна вылезла. Смотрите, какая красота. У нас даже посветлело. Чей-то костер. Интересно, мы сможем развести огонь здесь заперто? К сожалению, заперто не сможем. Так бы сейчас, да, я бы развела огонь. И мы бы уже это место не теряли. А поставить я не смогу свой костер. Здесь рядом база. Тут ложечки пришли. Мы их убивать не будем. Нам будет так веселее с ними. Так, а лягушка где наша? Опять потеряла. Смотрим турельки. Вот и наша лягушонка. Ах, какая красота. Можно постоять, полюбоваться здесь. Сейчас факел уже все наш кончится. И если у нас будет кромешная тьма, ребята, тогда я прерву запись. Постою здесь. Минуток так 15. Или может быть 20, чтоб наверняка. И будем кормить нашу жабу киблом. Ну, я думаю, нам этого хватит. Не буду искать 100 какого-то. Все. Пакел скончался. Ну, как бы темно. Но не так, как я рассчитывала. Красота. Может быть, побегаем немножко. Вот еще лягушка. Давайте посмотрим, какого она уровня. 72-й. Сгрызаем. Лягушка, кстати, когда атакует, тоже отравляет. Вроде бы точно так же, как и насекомые. У нас выносливость не копится. Противное пиранье. Сожрать. Димитродончик лежит. Так, вон туда не хочется идти в джунгли. Там опасно. Ну, в плане, что придется плавать. Пираньи могут сожрать. Такие твари. А вот вдоль берега можно еще побегать, посмотреть лягушек. Такое ощущение, что у нас расцветает. Хотя, вроде бы, ночь наступила совсем недавно. Наверное, это у нас просто такая светлая ночь. Давайте побегаем так красиво. Не каждую ночь нам приходится бегать на болотах здесь. По такой красоте. Да и вообще на волке прикольно бегать. Как вода блестит. Классно. А если бы еще графику поставить на максимум, было бы загляденье. Но, к сожалению, мой комп не тянет. Я пробовала. У меня сразу начинались мега лаги. Вот. Давайте побегаем по этому берегу. Здесь у нас воды нет. Ого. Сборщик крокодилов. Кого они там жрут? Давайте-ка. Мы их сожрем. А, они черепашку жрут. Вот и мой таймер зла прогудел. Значит, нам пора заканчивать серию, ребята. Надо с вами попрощаться. Сейчас мы убьем крокодила. Снимем хитину вот с этих вот мух. О, еще стая налетела. И продолжим уже в следующей серии. Сколько хитинок. Красота. Где-то еще будут руки к мухе. Вот он. Четыре хитинки. Ну все, ребята. Увидимся с вами в следующей серии. Я с вами попрощаюсь. Всем пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...